Всем привет, люди добрые. Вы, наверное, меня там потеряли, но я вас всегда помню, всегда. Короче, идет у нас в Шибоксарах очень проливной дождь. Я забыла зонт. Вот, поехала я в больницу сдавать анализы. Сдала, короче, анализы. Юникологу я не пойду сегодня, потому что надо очень долго ждать, до часа тридцати. Я еду сейчас домой. Короче говоря, что я хочу сказать. Я вымокла вся. Можете посмотреть на меня. Я превратилась в русалку. Я превратилась в русалку, короче говоря. У меня только не хватает рыбьего хвоста. Вы представляете, люди добрые? Люди добрые и злые. У меня такое хорошее настроение. Я никогда не хотела под дождем вот так вот. Полуголое, короче, да, в одном платье и без зонта. Я просто кайфую, представляете? Иду, короче, и кайфую. Платье приходится, конечно, подул отодвигать, потому что там можно запутаться и упасть, потому что он мокрый. Понимаете, да? Сносит тихо дождь. Ощущения очень, знаете, благотворные и приятные. Вот. Сдала, короче, я анализ крови. Мочу сдала. В четверг я поеду за результатами. У нас, короче, сдают анализы еще на антитела. Если, говорит, переболела, говорит, ковидом, можно сдать. Но это платная процедура. Стоит 625 рублей. Я хороший передумала. У меня денег нет. Я человек очень далеко не богатый. Вот. И даже не средний, вообще нищий. Так что не могу я, короче, сдавать кровь. Я только могу мокнуть подождем. Вообще охуенно. Извиняю за маску. Вот у нас руки. Гуляю я, видите? Ломают дом. Тут раньше был магазин. Немецкие окна. Сейчас его ломают. Какие красивые три дома стоят, видите? Новые построили. Этот район недалеко от шестра Чебоксар. Практически рядом с заливом. Я хотела сегодня погулять по заливу. Записать видео, показать вам. Но вы видите, какая погода. Я просто не могу этого сделать физически. Вот. Я думаю, надо поехать домой. Принять теплый дух. Постираться, соответственно. И что еще делать-то надо? Ну, надо что-то подготовить, наверное, да? Я вчера суп так и не сготовила. Сегодня, наверное, может, суп сварим. Как вы думаете? Я обалдею. Сегодня, короче, вообще встретила своих двух знакомых мужчин с утра. У меня не подняли настроение. Своим общением. У меня хорошее настроение в любую погоду. Даже в дождь. Представляете? Ну, не знаю, что там анализы показывают. Посмотрим, пока мы увидим. В четверг приеду. Если четверг будет хорошая погода, пойдем погуляем по заливу. Еду, еду, еду к ней. Еду клюшки к своей. Вся мокрая, вся ванитка. Вся ванитка мокрая. Представляете? Даже не может себе это представить. Класс. Прям как русалка. Дельфин русалку полюбил. Еще бы то может. Она сидела, она качала плавниками. А он глядел не след. Дельфин и русалка. Они, если честно, не пара, не пара, не пара. Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара. Вот как-то так. Так что ставим лайки, подписываемся на мой канал. Репостируем. Репостируем, не закрепостируем. Ну все, короче, я поехала. Трифин и русалка. Очень много. Так. Оп! Так. Силиси. возьмите пожалуйста ночь баксарска у меня короче сегодня слез ноготь соли смотрите просыпаюсь я не знаю она мне сделала этот как его бракованный видимо этот маникюр лак ничего не делала в перчатках вчера вчера работала дома да вообще-то до этого вот этот ногой сломался вот этот она мне нравилась вот это попали да вот и короче опять обладать ногти ну видимо старый лак как я понимаю я конечно вообще он сделала мне первый последний раз этот маникюр вот я больше не пойду на маникюр раньше я всегда делала маникюр как сара а сейчас у меня обрез просто палец просто он густом проснулась нету вообще лака вообще нормально не палец этот ногти ну и что я к ней позвонила она сказала давай два часа приходи но сегодня я уже не пойду соответственно я пойду не знаю когда завтра на два часа видимо лак короче да некачественный я ее спросила я говорю у тебя лак качественный а я как мастер может не знать как бы лак вообще да наносит на ногти я просто вообще у девочки в шоке она по-любому знает по-любому да вот это ее работа чтобы знать не говорит это нехорошо в четыре дня пять дней он слазит то замает с ногой то слазит лак вообще да забрала за мной 800 рублей как положено сколько это она мне будет исправлять завтра я скажу пускай снимает из лак и делает мне новый нормальный лак там не знаю потому что я тоже не собираюсь ходить чуть-чуть в день исправлять определенные косяки у меня тоже и времени нету завтра я пойдем если подождение будет вылезть пойдет за грибами не знаю какая будет погода хотела сделать с капустой с капустой с вашей капустой с грибами в варенье не знаю там тесто оставалось вчерашнего дня примерно и тесто в режиме нам не знаю короче это на место то сделаю сеть постов я вчера хотела нарезать лучше так как и мне не дошли это вообще что еще сказать да 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 спасибо ну можно и сделаю можно новое с тестом грибами посмотрю пару шагов хочу делать так время там много целый день впереди надо супчик сливочный сварить с грибами там грибы остаются я не хочу их замораживать они испорчатся испортятся если будут просто вставить в холодильнике их нужно куда-то определить что-то надо с них изготовить вот может даже сделаю варенье загадывать не хочу вот что-то загадываю на сегодня видите и все людей вообще такой дождливый ничего на рынок не съездило на залив не съездило а хочу по поводу мужа сказать собирается короче я разводиться я ему сегодня так с утра и сказал заявил просто заявил я сказал почти все мне надоело я говорю я хочу расхрастить просто расхрастить и разойтись в человеческом он конечно же орал что там орит постоянно вот я говорю я хочу спокойно жить спокойно без нервотепки потому что я устала уже от этой семейной жизни нормально приезжаю домой с работы но я не могу ее оставить себе по причине того что мне нужно будет уезжать на работу уезжать в другие города, населенный фонд, больницы или еще куда-то собака не может ездить со мной потому что собака не нужна нигде посторонним чужим людям это естественно и тут видите как у меня конечно сердце обливается кровью я думаю о ней переживаю очень сильно но чем-то приходится жертвовать как быть я несколько лет уже сколько с ним лежу только за собаку у нас до этого еще одна собака была вот просто собаку я очень сильно люблю очень сильно люблю собаку я не могу без собак вообще жить я все же не держала больших собак у меня были разные большие собаки вот сейчас у меня как бы в квартире живем да у меня были условия такие вот живем в квартире поэтому я не могу без больших собак хотя очень тоже хотелось бы но я взвела маленькую собачку вот вот собака конечно тоже как бы скажите не игрушка да мне все это неприятно конечно и думать и говорить об этом озвучивать эти слова вот но как бы сказать я только живу ради собак ой о собаке потому что собаку я не могу просить не могу просить собаку свою ну и не могу я уже так жить я приезжаю я постоянно все очищаю все все просто у тебя вчера опять две тарелки взяла вот эти две тарелки кастрюли так стеклянно у нас для меня работает все жирные все жирные все жирные все заляпанные в чистой посуде стоят грязная посуда стоит да я ему стала просто говорить Коля почему выру это так ну почему так ну почему не отмыто я омыл я омыл я говорю Коля у тебя же видишь что грязно это как полотенки такие я говорю Коля когда я уезжала во первых у нас очень много полотенцев это во первых да я настирала и говорю полотенце я все чисто оставляю всегда когда уезжаю на работу если даже ты запачкал полотенце да там возьми чистое если ты не хочешь прочистые полотенца возьми там это как его ну постирай машинки да запусти машинку выстирайте полотенце дело не только в полотенцах а просто дело в том что посуда сама засалена понимаете причем не в полотенце там надо уже была железная мочалка открасть жир жир там покладывают перекладывают и не промывают микроволновку вот я мыла микроволновку вся засалена вся куда у меня слов нету да мне это надо я просто вот это все вот это потовуха меня сдавила у меня нету облегченной жизни он говорит я работаю я говорю Коля ты работаешь а я что дурака валяю я езжу посторонним людям да на работу ухаживаю за тяжелой больними да мне очень время этого ездят вот ухаживаю да тоже работаю у меня месяцами не увойдет ты говорю сын у меня ездит в Москву он работает живет в какой-то общаге там 4 дни с чужими да с разными нациями живет тоже парень у меня живет по 2 месяца работа очень тяжелая настройка сами понимаете что такое стройка 6 часов утра 9 часов вечера он на работе вот я говорю ты один живешь как министр ты живешь дома ты сходил на работу съездил да приехал ты дома там дома почему бы тебе просто высоко не вымыть почему я должна приехать и вымывать это все я у людей тоже мою понимаете я когда приезжаю например бывают такие кухни такие колотельки страшно грязные все да просто намертво вообще я убираюсь я просто я не могу даже обитать не приезжают домой приезжают домой приезжают домой представляете такая же ситуация дома у меня только министры дыме уходит на эту чистку всего да я не могу сразу всю квартиру я вычищаю я вычищаю и полностью я кожу на коленках вчера вот я мыла на коленках все под ванну мыла за машинкой там пловли унитаз там как вам что видите унитаз заворачивается у края да туда залезла в узке там какое-то дерьмо полезло я не знаю что это выражение это конечно замок туда залезла да там все вымало короче все вымало понимаете столько дерьма вымало и плакать хочется у меня рук не хватает у меня просто времени не хватает реально и устаю я тоже не могу вот так вот прям встать утро до вечера мыть 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 вот и готовлю и мою да зачем мне оно надо я просто подумала нужно разойтись разойтись помыла закрыла квартиру и уехала у меня своя комната у сына своя комната приехал сын он отдыхает у себя спокойно все он закрыл он уехал и я привезла вы понимаете я просто так уже устала зачем быть замужем да если тебя человек не уважали если тебя человек не ценит твой друг вообще ну зачем быть замужем зачем это не станет владелка ну жизнь она одна второй жизни не будет нервы уже потрачено да вот эта нервозность опять вот эти слезы вот эти обиды ему хоть полно в голову тиши с ним даже говорить бесполезно он будет смотреть в одну точку и тебе ничего не ответит что бы я ни сказала я начинаю говорить спокойно сначала он смотрит в одну точку и молчит я нескольких раз повторяю потом громче говорю чтобы он думал прям не специально что ли сделать, есть ли несколько раз дает жить одна. Все, самостоятельно. Ну, только жалко мне Марту очень. Я не знаю, что делать. Отдать чужим людям? Может, лучше отдать ее чужим людям, да, соседям? Как что делать? Я не вижу вот это с положением. Если я решу точно это, я сказала, что завтра подаю на развод за дочь, скажу начальнику, что ты завтра не приедешь, как позже или не приедешь. Затем надо подать заявление и выпишешься из своей квартиры, и все бывает. Все. Но я все же хочу развести. Ты будешь плакать. Почему я буду плакать? Да, я плачу, потому что я его жалею. Я его не люблю, но я его жалею. Просто 14 лет прожито, да, прожито, понимаете? Он инвалид. Он инвалид. Он инвалид по слуху, да. Мне его жалко. Я просто плачу, да. Я просто из-за жалости к нему. А он меня не жалеет. А года-то уходит. Уже 45 в этом году. Что дальше будет. А дальше ничего не будет. Дальше просто пропасть будет. Да, первое время, когда я все здесь, но первое время, когда разойдемся, да, будет мне его не хватать. Ну, конечно же, 14 лет прожито, понимаете? К этому привыкну я. Я привыкну. Все. Я буду лично работой. Я вымыла квартиру. Я уехала. Я могу на непределенный срок уехать спокойно, чтобы забыть о нем. А так я буду приезжать и опять вот эту глядь, вот эту вымывать. Я уже устала. Постоянно. Это все же жизнь как раз. Я устала. Я не могу. Я измучилась. Я не молодею. Я старею, короче говоря. Да. Все же я такое решение приняла. Пусть это жестокое решение. Но я по-другому уже не могу. Я не могу. Я женщина, себя не чувствую рядом со своим мужем. Я просто не чувствую себя женщиной. Я робот. Я просто, знаете, чувствую себя роботом. Все. Больше ничего. Вот такая. Пустота какая-то вот. Больше ничего нет. А ведь дела, заботы, дела, заботы, хлопоты. Сейчас соберусь. Я вот пятый, вот где-то в начале августа проеду. Я во штангу работаю. Потом я приеду. И что у меня опять же? Опять эта грязь. Вообще-то как-то так. Ну ладно. Все пока. Все, кто прицелует. Моя. Здравствуйте, пожалуйста. Всех уважаю. Хорошего вам дня. Не болеете. Главное, вам здоровья. Пока.